ну с моей точки зрения кишинев вообще идеальный партнер для кого-то на сегодняшний я делаю свою работу делаю свое дело ну пойдите прочь пойдите вон из-за грузии мне пока еще никто не говорил люди резко от нас отвернулись когда началась война в украине и мы резко обозначили свою позицию прямо значит самого начала обозначили свою позицию что мы солидарны с украиной люди не готовы слышать критику в адрес россии если режим фашистки то кто такой путин военный преступник безусловно по которому плачет международный трибунал румынский жандарм и русские на почистили от шеи и и научили без есть белый хлеб и в темя шили людям в голову идеальный грузии памятник ли не должен стоять и улица должна быть переименована как вы вообще посмели вообще поднимать этот вопрос это же обидит москву башкан это это ошибка той системы политической внутриполитической которая была построена еще в девяносчетом году ну иван я думаю что в этот вопрос нужно задать какой-нибудь психологу психиатру доктор юнгу в конце концов которого уже нету кого россия накормила белым хлебом и отмыла от овшей как можно не бояться у нири и нато и что такое идеальная гагаузия все секреты загадочного и парадоксального региона в большом разговоре с главой медиапроекта nokta md михаилом серкели подписывайтесь друзья на наш канал нонсикшен святченко с нами интересно михаил вы очень плохой человек вы предали свой народ пойдите прочь пойдите вон из гагаузии как с этим живется когда вы постоянно сталкиваетесь с потоком довольно яркого и глупого хейта ну пойдите прочь пойдите вон из гагаузии мне пока еще никто не говорил вчера буквально в боевом стриме один человек написал комментарий пригласил меня на доверительно откровенный разговор у него в подвале и он бы объяснил мне за стаканом вина как нужно правильно любить гагаузский народ ну как как живется очень просто живется пока как бы я делаю свою работу делаю свое дело живого принципу делай что должно и будь что будет будет нелегко это уже нелегко народ немножко переживает по этому поводу меня обвиняют в оскорблении груз конорда в чем я честно говоря не понимаю как я оскорбляю гагаузский народ тем что видать очень многих понимание того что я оскорбляю гагаузский народ критикуя путина как критика путина связано с оскорблением гагаузского народа мне пока никто не может объяснить хотя нет вот буквально позавчера был разговор с одним петром я там подъехал пойти в там спортзал побегать немного да и все человек в машине я выхожу из своей машины он такой можно я хочу с вами поговорить и сказал да пожалуйста и смотрю на торпеде стоит российский флаг молдавский флаг и флаг и будет флаг республики молдова и флаг который выводе и он не сразу стало понятно о чем он хочет со мной поговорить и как бы так очень достаточно агрессивно он так высказал свое мнение свое недовольство тем вообще что я делаю он сказал что я позорю гагаузский народ я спросил его каким образом я позорю горит и наши наших русских играет россия наших предков почистил от шеи имеется предков гаузу да почистила от шеи накормила хлебом научила есть белый хлеб и помыла ну на что я ответил как вы узнаете я не уверен что моих предков от шеи почистили как бы рай почистила россии и русские как бы сами были в состоянии себя там прокормить и не знаю там помыться и почистить и он меня обвинил в этом случае сепаратизм он говорил нет нет не твои мои предки а наших предки наших всех предков почистили от шеи и научили есть белый хлеб и так далее и тому подобное ну в общем как бы вот люди живут в какой-то в каком-то пузыре информационном историческом верят какие-то мифы и заставляют и им не нравится когда кто-то разрушает им вот эту вот идиллию и им непривычно что в гагузии могут звучать немножко другие голоса как появляется в русскоязычной ориентирована на россию гагаузии человек который не то что нормально воспринимает идею интеграции говорит они постоянно ну путь достаточно долгий не знаю там может быть в 20 чем-то лет что я же как бы живя и я в родился вырос в гагаузии как бы я и живу в том селе в котором я родился и вырос и даже находишься в атмосфере где как бы россия это все это окно в мир русский язык это окно там в большой мир воспринимается и сейчас да и как бы оставаться в гагаузии оставаться в своем родном селе это это лузерство нужно обязательно куда-то уезжать если ты возвращаешься тут и вдвойне лузер потому что это не смог там что-то чего-то добиться но поехать в россию ну естественно поехать в россию . это маст что называется и я помню свою реакцию еще в 2008 году на войну в грузии до тогда была достаточно про российская реакция даже помню до этого я участвовал в нескольких программах совета европы по там для молодых лидеров по межкультурного обучения тогда межкультурный межкультурализм был темой в совете европы да и для молодых ребят проводили тренинги долгосрочные тренинга как краткосрочные тренинги и тогда был один парень из северной осетии до та часть то сети который в составе российской федерации владиха в кастома столица и вот я и помню его писал вот такие сообщения поддерживающие называл саакашвили диктатором маленьким бонапартами так далее и тому подобное все трансформировалось 2009 году в мое восприятие россии потому что в кишиневе помните дать а события 7 5 5 апреля выбора 7 апреля события и тогда в принципе чувствовалось усталость от партии коммунистов от воронина да и партия коммунистов тогда шла под дозунгами антиевропейскими и пророссийскими естественно россия тогда и поддерживал и у меня возник вопрос если как бы народ не любит и не поддерживает партию коммунистов почему это делает россия как бы россия не хочет добра республики молдова и тогда у меня началась трансформация но у многих людей это трансформации так и не началось к сожалению и люди людям очень многим в гагузе до сих пор не нравится тот же дадон к примеру да и ирина влад может быть не нравится но тот факт что они являются фаворитами кремля политическими это же закрывание глаз это закрывание глаз люди люди на это на это реагируют мы конечно может быть еще поговорим о о войне в украине до который сейчас идет но я помню что в принципе нас еще там до выборов парла президентских двадцатого года и до выборов парламентских 2021 года до на которых появилась победила санду и партия по соответственно да наша аудитория в гагузии начала расти и на фоне критики дадона из-за его шашень с шашни с партией шором шором самим да с демократами с этим самым с плохотником но и но потом люди резко от нас отвернулись когда началась война в украине и мы резко обозначили свою позицию прямо значит самого начала обозначили свою позицию что мы солидарны с украиной люди не готовы слышать критику в адрес россии то есть ну ну просто никак я помню разговор с одним человеком из гагаузии он там за пределами гагузии мы с ним до войны до начала полномасштабной войны часто созванивались обсуждали внутри политические события в гагузии и помните да было было 15 попыток избрания спикера народного собрания так раз было в январе декабрь январь 2 депутатов умерли до еще двое депутатов умерли и практически по нескольку раз в неделю созванивались обсуждали эти события и вот 24 февраля полномасштабное вторжение то ли я позвонил ему то ли он не позвонил и я как бы так очень эмоционально высказывал свое отношение к этому и назвал путинский режим фашистским он сказал я не готов такой слушать россии и с тех пор мы перестали с ним общаться в общем путь долгий моей трансформации это в этом безусловно сыграла работа в международном скажем environment да то есть с международных структурах я там с 2009 года до 2014 год я наблюдал за выборами в разных странах плюс не знаю там критическое мышление анализ все это по большому счету дало свой результат примен так если режим фашистки то кто такой путин михаил ну путин человек который возглавляет персоналистский фашистский режим россии на сегодняшний день военный преступник безусловно по которому плачет международный трибунал это совершенно очевидно трибунала не будет ну мы же не знаем будет и вон или нет все зависит от политической воли запада и насколько запад решится на то чтобы создать этот трибунал как бы я думаю что это все возможно нет ничего невозможного с моей точки зрения это в это сложно это сложно представить это сложно поверить я думаю что потому что всех пугает размеры россии ядерный статус российской державы да ну я думаю что это все может быть на этом трибунале не будет самого путина да но путинский режим однозначно получат свою оценку с моей точки зрения то есть трибунал который осудит путинский режим я думаю это все Вполне возможно, Путин до него не доживет, потому что может быть совершит самоубийство. Он так скажет, что он совершил самоубийство, потому что я думаю, что никто из нынешнего окружения Путина, которое вполне возможно в один из моментов его уберет, позволит ему попасть на этот трибунал и рассказать все, что он знает, в том числе и о них. Вполне возможно, трибунал над путинским режимом состоится. Я не считаю, что это невозможно. Чем вы объясняете феноменальность гагаузских настроений? В том плане, что Гагаузия получает помощь Европейского Союза, США, Турции, Румынии. Официально Кишинев, разумеется, бюджетные средства тоже какие-то перераспределяет. Иностранная помощь идет с Запада, а любит гагаузская автономия Восток. Иван, я думаю, что этот вопрос нужно задать какой-нибудь психологу, психиатру, доктору Юнгу, в конце концов, которого уже нет. Нелогично, что это? Ну да, и тут не нужно искать рациональный ответ на этот вопрос. Это не из категории рационального или нерационального. Есть абсолютная вера в то, что Путин делает правильно. Есть абсолютная вера в Путина как фюрера. И люди считают, что это правильно. И тут этому есть объяснение. То есть Гагаузия и гагаузское сообщество все 30 лет после развала Советского Союза, оно по-прежнему находилось под влиянием российской пропаганды, под влиянием российского информационного пространства. Оно же никуда от этого не делось. И российское, и гагаузское сообщество, как и практически все русскоязычное сообщество Республики Молдова, которое потребляло русскоязычный контент и потребляло контент, произведенный российскими телевизионными каналами, оно прошло, это сообщество прошло весь путь становления Путина. От Путина 99-го года чеченскую войну прошло, первую, вторую чеченскую войну прошло. Не знаю, там Ельцина, не знаю, там Елели сидящего на стуле и говорящего, я прошу, хочу попросить у вас прощения, я устал, я ухожу, мочить в сортире и так далее. И тому подобное, оно же весь путь прошло такой. И у многих возникало ощущение в Гагаузии, что вот есть комрад Гагаузия, а там Россия. А между комрадом и Гагаузией, как бы даже Молдову не воспринимают очень многие, как свою собственную страну. Это нужно тоже понимать. Есть между комрадом и Москвой, есть вот некая территория, которую назвали Украиной, у которой нету, там, не знаю, своих собственных амбиций, нету права на существование, как это объясняла российская пропаганда. И тут вдруг оказалось, что эта территория не просто территория, не чейная земля, а есть конкретные люди, которые готовы эту землю защищать. И очень многие злятся на Украину еще и поэтому, что она не позволяет, как сказала одна женщина в одном из наших ВОКСов, осуществить многовековую мечту о воссоединении гагаузского и доброго русского народа, как она сказала, который добрый русский народ, когда никто никому не желает зла. Вот так вот сказала эта женщина в ВОКСе. И это же мнение распространено в Гагаузии. Есть же логика, хотя бы территориальная, гагаузия при всем уважении к автономии довольно небольшая по площади. Нет. А Украина самая большая страна Европы. Ну это же, понимаете, тут же у него вопрос, опять же, вы из рациона, опять меня возвращаете. Кратце. Да, а тут нет ничего рационального, да, то есть как бы есть просто представление, вот что вот то, что говорит российская пропаганда, это правда. И что ты с этим поделаешь, ничего с этим не поделаешь. Что за страх перед румынами, Румынией, Бухарестом и Унирией? Ну это да, внешняя история, это пример того, как работает пропаганда. Как пропаганда советская, прежде всего, распространила исторические мифы, и в эти исторические мифы все поверили. Румынский период истории, каким бы он ни был, и мы о нем очень плохо знаем, и о нем практически ничего не знаем, он очень демонизирован в гагаузском сообществе, не только в гагаузском сообществе, вообще в республике Молдова среди русскоязычного сообщества, которое верит в официальную историографию, продвигаемую советской пропагандой и российской пропагандой. И советская пропаганда убедила всех в том, что это самая черная страница нашей истории. Жандармы нас били, но при этом люди не знают того, что с приходом Румынии на эту территорию впервые пришла демократия. То есть гагаузские сообщества и все остальные сообщества, проживающие на территории Бессарабии, в Междуречье и Пуртае и Днестра, получили право впервые выбирать свои местные органы власти. До этого же Российской империи этого не было. Пришел всеобуч. Очень многие те же гагаузы получили высшее образование в Ясах, в Бухаресте. И первые попали в жернова репрессии в 40-41 году. Женская эмансипация, прогрессивная реформа после татарбонарского восстания, которое провела королевская Румыния, раздав гагаузам зелье, появилось много землевладельцев среди гагаузов, потом промышленников, купцов и так далее. То есть бизнес, деловая среда. Этого все не знают. То есть это вообще не берется в расчет. Единственное, что знают, что румыны издевались, а русские нас почистили от вшей и научили есть белый хлеб. Вот эти два простых выражения. То есть словосочетание румынский жандарм и русский почистили от вшей и научили есть белый хлеб, и втемяшили людям в голову. И люди это повторяют по поводу и без повода. И вся же гагаузская автономия, она же не про гагаузский язык и не про сохранение гагаузской культуры. Это здесь, в Кишиневе, воспринимали это как инструмент для сохранения и развития гагаузской культуры, гагаузского языка и восстановления исторической памяти гагаузов. А в Гагаузии так это не воспринималось ни политической элитой, ни подавляющим большинством самих гагаузов. Так зачем тогда им нужна автономия? Ну им нужна автономия как инструмент защиты от унирии. Так это все воспринимается. И социалисты, кстати, до сих пор в Гагаузии получают голоса благодаря распространению фейков об унирии. В Вулканишках я делал первый, по-моему, ВОКС, делал в Вулканишках после парламентских выборов в 2021 году, где победил ПАС. И я задавал людям простой вопрос, как вы относитесь к результатам выборов. И подавляющее большинство людей, с которыми я общался, говорили, что все очень плохо. Я сказал, почему? Потому что она станет руманизацией. В чем проявляется руманизация, никто не может объяснить. И мало кто знает и понимает, что, в принципе, унирия не была возможна ни в 90-м, ни в начале 90-х, ни сейчас. В начале 90-х, как мы знаем, Румыния была не до этого. Румыния выходила из комы экономической, политической, социальной, культурной, Чаушеску. Им было не до этого. Но здесь все поверили в то, что унирия вообще возникнет. И она вообще возможна. И до сих пор в это верят, к сожалению. Что такое технические? Как это можно технически сделать? Запретить русский язык. Что говорят люди? Нам запретят говорить на русском языке? Нет, гораздо более страшное. Заберут вашу землю. Зачем? Ну, я не знаю, зачем. Вот недавно смотрел передачу, обсуждали годовщину тех самых, так называемых, гагузских рефренов 2014 года. Бывший зам Башкана Гагаузии, или председатель исполнительного веда Гагаузии, в общем, зам Фармузала, Валерий Янегу, бывший сотрудник органов спецслужб КГБ и так далее, вот сидит и, понимаете, с серьезным лицом, взрослый человек, и заявляет, его спрашивают, а почему вообще нужны были эти рефренги? Он говорит, вы знаете, там был ряд событий, ряд факторов. Один из факторов, там нас не слушали по поводу европейской интеграции. В Молдове начали принимать закон о реституции вместе с восстановлением гражданства. И этот закон о реституции предусматривал, что якобы румыны могут прийти и забрать наши земли. А этого никто не хотел. Это чистой воды фейк. Я не помню таких законов. Я тоже не помню таких законов. Я скажу. Ну да. Есть закон о реабилитации, да, и есть постановление, есть статья, по-моему, в 12 законе о реабилитации, который предусматривает возможность реституции. Но реституцию не посредством возвращения земли, а посредством возвращения компенсации стоимости этой земли. И то это очень долгий процесс, и очень многие люди не добились справедливости по этому закону. Но этот человек явно кидает эти фейки. Вот так они видят. И тут же опять же, вы опять меня возвращаете в рацию, да, то есть как бы, а тут нет никакой рациональности. Это никто же не будет проверять, да, это как в том анекдоте про попа, да, знаете. Идут выборы на должность главного священника на церкви, да, и один поп про другого говорит, у него, слушайте, да у него, там, дочь-проститутка, как бы, если он дочь не уберег, как он убережет паству? Тут говорит, слушайте, выборы прошли, его не уберегают. Слушай, так у меня же вообще нет дочери, а что ты мне рассказываешь? Ты уже иди ему объясни, как бы. Примерно то же самое. Главное сказать, а там уже никто же проверять не будет. И главное, люди находятся под влиянием всех этих мифов, эти мифы никуда не исчезли, они постоянно дополняются новыми какими-то симптомами, если выражаться медицинским термином. И люди в них верят, к сожалению. Что такое Башкан для Гагаузии? Что это за персона, насколько влиятельен пост Башкана на умы, настроения жителей автономии? Вы имеете в виду конкретного Башкана или вообще? Нет, как феномен. Ну, как феномен, это, с моей точки зрения, Башкан, это ошибка той системы политической, внутриполитической, которая была построена еще в 1994 году с принятием закона о басовом правовом статусе. Тогда плохо просчитали политические риски. Башкан – это фигура, которая получает всю полноту власти в Гагаузии. И в условиях отсутствия сильного народного собрания, а еще, если пойти дальше, в условиях отсутствия политической конкуренции в Гагаузии, этот человек, он или она, неважно, получает всю полноту власти, аккумулирует в руках весь административный ресурс, весь финансовый ресурс автономии и весь политический ресурс автономии. И ошибочность и порочность этой системы, которую сегодня внедрили в Гагаузии, мы видим буквально сегодня. Когда она не была так, скажем так, очевидна, когда был Формузал, потому что там было противодействие со стороны народного собрания, но не со стороны народного собрания как органа, а со стороны большинства народного собрания, которое поддерживалось демократической партией, оно создавало противовес Формузалу. И там была политическая система сдержки противовесов со всеми ее минусами, которые были тогда. То сегодня, когда Ирина Влах аккумулировала, потому что тогда Формузала поддерживала Россия, Дудогла, его главного политического соперника, поддерживала демократическая партия, Влад Плохотнюк. И таким образом создавалась эта политическая конкуренция. С приходом Ирины Влах, Ирина Влах аккумулировала в себе и поддержку русских, и поддержку молдавских олигархов. И все, которые в гагаузской политике, все выстраиваются за деньгами либо к русским, либо к молдавским олигархам. И Ирина Влах, аккумулировав в себе поддержку и тех, и других, создала ситуацию, при которой одни, выстроившись за деньгами к русским и поддержкой к русским, другие выстроившись к беглым молдавским олигархам, ждут, пока те примут решение, а те решение не принимают, потому что нахождение Ирины Влах у власти им вполне выгодно. И поэтому сегодня мы имеем ситуацию, когда Башкан, по большому счету, аккумулировал и узурпировал власть, с моей точки зрения, саккумулировал в руках весь медийный ресурс, это еще и ГРТ, общественное телевидение, еще и свой частный холдинг. И по опросам мы видим, что это вообще человек, персона, которая там на греху сидит, важнее Майя Санду. Кто был самым лучшим Башканом? С моей точки зрения? Или не было таких? Ну, если сравнивать всех четверых, которые были, опять же, при всех минусах, я вообще не поддерживаю то, во что превратился Михаил Формузал после избрания. И то сейчас, после начала войны, я оглядываясь назад, я тоже понимаю, что все, что он делал, когда был Башканом, особенно в Гагаузии, эти референдумы, это было, с моей точки зрения, преступно и против государства, и против гагаузского общества, и против Гагаузии в целом. Но вот из этих четверых я бы поставил его на первое место. Потому что, и тут есть объяснение, почему. Потому что первый был старый номинклатурщик-табунщик, который вообще не понимал, что такое систему управления. Он понимал отдавать приказы и практически уничтожал демократию внутри Гагаузии. Второй был Дмитрий Крайтор, который умел красиво говорить, но не смог ничего реализовать, потому что то ли ему не дали, то ли он сам не смог. И как бы он ушел немножко некрасиво, с одной стороны, мы против него организовали этот позорный референдум, который был, с другой стороны, как бы он отказался бороться за свою правоту. Но Михаил Формузал отличается от них, а Ирина Влах никогда не имела опыта местного публичного управления. Она в этом вообще ничего не понимает. Она была депутатом. Депутатом парламента. И в парламенте особо ничем не отличилась. Формузал из них четверых отличается тем, что он понимал, что такое местное публичное управление. Он побыл два срока в должности примара города Чедерлонги. До этого с 1995 года работал заместителем примара Чедерлонги. То есть он понимал бюджетный процесс, он понимал вопросы, связанные с местным развитием. И у него это, если сравнить со всеми остальными, у него это получалось, с моей точки зрения, лучше всего. Но опять же, он отличился еще и тем, что он подписал кучу бессмысленных соглашений с регионами Российской Федерации. Воронеж какой-то, по-моему. Ну там все, что хочешь. Воронеж, Белгород, Татарстан, Подмосковье и так далее. Он выступал поборником стратегического партнерства с Россией. Он называл Приднестровье и Гагаузию якорем молдавской государственности. Что такое государственность с точки зрения русскомирцев мы прекрасно понимаем. Это удержание Республики Молдова в орбите в сфере влияния Российской Федерации. Но как-то так получилось, что после башканства он переехал жить в Германию, а не куда-нибудь в Серпухов под Москвой. Вот как-то так получилось. Народное собрание Гагаузии. Да. Постоянно я слышу, наверное, не жалобы, а обиды лет 20 уже, что Кишнев нас не замечает, Кишнев нас игнорирует. Я был парламентским корреспондентом довольно долгое время и видел три законодателя инициативы от Народного собрания Гагаузии поступившие, маленькие и с орфографическими ошибками. Да. Качество довольно такое среднее. Ниже среднего. Ниже среднего. А чё ж они, депутаты Народного собрания, не выдвигают проекты законов? Ну потому что, ещё раз повторюсь, это же не про это, понимаете. Собраться и поболтать? Да, собраться и поболтать, заработать денег на выборах. Потому что вся вот эта вот Гагаузская политическая система, она превратилась в сплошное и банальное зарабатывание денег на выборах. На выборах и во время голосования за какие-то важные вопросы. Важные вопросы – это голосование за спикера, за президиум, да, и за такие вопросы, как, не знаю, там, провокации против Кишинёва в пользу Москвы. И, естественно, избирательная кампания – это способ зарабатывания денег. И вот этим, в принципе, занимаются депутаты. А, ещё и каждый год они из резервного фонда получают, ну, в пределах 100 тысяч лей, там, на решение каких-то там вопросов в своих округах. Куда уходят эти деньги, мы до сих пор не знаем. Мы и не знаем, куда уходят эти деньги, потому что они не отчитываются. Мы видим, каждый, там, периодически раз в полгода или раз в квартал Народное собрание принимает решение о распределении этих денежных средств. Куда они уходят, мы не знаем. Что депутаты с этими деньгами делают, мы не знаем. И, как бы, и они доказывают необходимость своего существования, свою политическую значимость и важность для своего электората тем, что постоянно критикуют Кишинёв. То есть, они встраиваются в орбиту и в тот тренд, который задаёт Москва, задаёт российская пропаганда, и очень успешно в него встраиваются. Как это делает сейчас, например, Ирина Влаг. Ирина Влаг знает, что, и депутаты знают, что самая ненавидимая женщина и самый ненавидимый человек в Гагаузии – это Майя Санда. По ряду причин. И единственное, что им нужно делать, это критиковать Майя Санду. То есть, они капитализируют эту ненависть, зарабатывают политические очки, зарабатывают капитал. Если бы не ненависть к Майя Санду, мне сложно представить, как бы они объясняли необходимость своего существования. Чем вас не спросишь, все вам не нравится. Пашкан, должность лишняя, народное собрание… Нет, не лишняя. Не лишняя? Я говорил о том, что неправильно распределены… Полномочия. …обязанности, полномочия в… Но тут даже дело не столько в полномочиях, дело в отсутствии политической конкуренции внутри Гагаузии и отсутствии организованной политической деятельности. Гагаузский… Вот первое дело, когда ты смотришь на территориальной автономии в Западной Европе, территориальная автономия – это, грубо говоря, тарелка супа. И тебе нужна ложка для того, чтобы есть этот суп. Ложкой в их случае являются политические партии, которые объединяют большинство этнической группы, проживающей в этой автономии, для продвижения своих политических прав и прав этой территориальной автономии. Где бы вы, куда бы вы ни посмотрели. Южный Тироль, Зюдтиролише Фолькспортай. Шотландия – Скоттиш Нейшнл Партии, СНП. Северная Ирландия – их национальная политическая партия. Они аккумулируют основные идеи в обществе и трансформируют их в политические программы. В Гагаузии этого до сих пор не произошло. И Гагаузия за все 28 лет существования ни один из гагаузских политиков не требовал создания условий, при которых Гагаузы могли бы создать региональную политическую партию. Они хотят сразу пять мест в парламенте зарезервированных. Сразу в пять мест в парламенте зарезервированных, которые будут работать в пользу Москвы. Вот примерно так они хотят. И ходить по парламенту, да, и также торговаться за голос, как они это делают в Народном Собрании. А такая национальная партия могла бы набирать голоса на республиканском уровне? Ну, слушайте, модели бывают разные. Но для начала самое фундаментальное – это аккумулирование и создание некой программы развития Гагаузии. То есть некой политической программы, которой сегодня, к сожалению, нет. Ее нет, потому что ее не могут сделать отдельные личности. Нужна некая долгосрочная программа развития, политическая программа, которая отражала бы интересы Гагаузии. Ее нет, ее не может сделать Башкан, у которого ограниченный срок полномочий. И после восьми лет пребывания в должности человек, занимающий эту должность, он просто хромая утка. И дальше ему и не в национальную политику нормально не уйти, и на месте не остаться. А для долгосрочной работы нужна некая структура политическая, которая участвует. И, как правило, эту политическую конкуренцию составляет некая национальная политическая партия, как в данном случае партия социалистов, которая имеет представительство в Гагаузии сильное. Но гагаузские лидеры не думают в этом направлении. И если бы внутри Гагаузии была бы политическая конкуренция, то тогда и система сдержки противовесов между Народным собранием, исполковым и Башканом, она бы работала. Но она сегодня так не работает, потому что нет политической конкуренции. Все, как я говорил, выстрелились под козырек либо Москвы, либо кишиневских олигархов, беглых, и ждут указаний. Вот примерно так это все и работает. Меня что-то постоянно удивляет, когда я наблюдаю за Гагаузией. Есть уникальное предложение. Гагаузов мало, гагаузы проживают компактно. Есть своя культура, свои традиции, своя история. Ковры, кони, кухня. Козовцы. Ну козовцы, ладно. Брынза, ковурма. Казалось бы, при таком уникальном предложении на мировом рынке, туристы могут повалить толпой. Кишинев отдыхает. И ничего не сделано. Ничего не сделано, потому что никто не ставил перед собой цель. Если бы гагаузская автономия была изначально, была воспринята как населением в Гагаузии, была воспринята как инструмент для развития Гагаузии, для развития гагаузского этноса и гагаузского сообщества Республики Молдова, то тогда было бы возможно монетизация и трансформирование в нечто большее вот этих вот культурных особенностей. Но сегодня это не трансформировано, потому что люди боятся унири. Люди застряли в прошлом, застряли в фобиях прошлого. Вы же вспомните, с чего все начиналось. То есть Молдова или Молдавская СССР в 90-м году, по-моему, не приняла участие в референдуме по сохранению союза, который инициировал Горбачев. 17 марта. Да, 90-91 года, если не ошибаюсь. 91-го. Да, 91-го года. Но два анклава в Республике Молдова приняла. Это Гагаузия и Приднестровье. И это еще одно подтверждение, как люди воспринимают гагаузскую автономию. Если бы не было вот этой составляющей, то все, о чем вы говорите, было бы возможно. Но люди по-прежнему находятся заложниками, являются заложниками вот этих вот фобий, страхов. И это не дает возможности ощутить и понять, в чем преимущество Гагаузии. И на чем можно было бы его выстраивать и выстраивать саму Гагаузию дальше. И нет политического предложения, к сожалению. И политическая региональная партия, о чем я говорю, то именно этим она в принципе и должна заниматься. Чем занимается, не знаю, там, Южно-Тирольская народная партия, развитие территории, политического, культурного, социального развития и так далее. Здесь все политики считают первым долгом указывать Кишиневу, как нужно жить и куда нужно интегрироваться. Убеждать всех, что унирия это не миф, а вполне реальная вещь. И клясться в верности Москве и Путину. А что делает неправильно Кишинев? Он же тоже явно не идеален. Ну, с моей точки зрения, Кишинев вообще идеальный партнер для команды на сегодняшний день. Да, ну просто идеальный партнер. Лучше партнеру себе сложно представить. Мне сложно представить, кто еще на постсоветском пространстве пошел бы на такие выступки, на какие пошел Кишинев в 19-м году. Ну, это же просто сложно представить. Ну, потому только один такой пример мы имеем. Ну, мы такой один такой пример не имеем, да. И это, кстати, стало возможно. Очень многие люди, с которыми я общался, как бы с теми людьми, которые участвовали непосредственно в этих процессах, среди, я их называю, гагаузскими голубями, да, которые... Есть гагаузские ястребы, да, которые выступают за такую жесткую линию, которые не приемли, не приемли этот особый правовой статус, считали, что Гагуза должна продолжать как сепаратистский регион, да, не интегрироваться, не реинтегрироваться и так далее. Были гагаузские голуби, которые... От которых, в принципе, исходила эта инициатива еще в 90-м году, если я не ошибаюсь. И которые говорят, что, в принципе, гагаузская автономия и голосованию в парламенте очень способствовали люди, которых... Унионисты, да, которые известны как унионисты, да, тот же Хадырка, да, которых в Гагаузии так не любят. Я не говорю, что мы больше общего языка находились с ними, чем с аграриями и с теми же коммунистами, потому что когда Воронеже пришел, он же начал сворачивать все в Баряний Рог, да, как бы и Гагаузию, и особые полномочия, и так далее, и тому подобное. И при социалистах, да, мы получили кучу полномочий, не говоря уже о демократах, да, и при Ирине Влаг, которая молчала, когда у Гагаузии отбирали полномочия, да, тоже налоговую инспекцию. Сегодня, чтобы вы понимали, Гагаузская автономия проэкономическое развитие, но у Гагаузской автономии по статусу сегодня ниже, чем обыкновенная Примария. Даже у Примарии есть свой налоговый отдел, у Гагаузии своего налогового отдела нету, потому что в 2016 году, когда была вот эта реформа центральных органов власти, когда оптимизировали министерство и оптимизировали... Юрий Чукан занимался. Да, Юрий Чукан этим занимался, оптимизировали государственные органы, оптимизировали и налоговую службу. Раньше налоговая инспекция имела свои офисы в каждом районе, потом они создали пять офисов по всей стране. И Гагаузский районный офис попал в офис Юг. А раньше, когда на районном уровне Гагаузии была налоговая инспекция, то глава налоговой инспекции, у него была двойная должность. Он был и главой налоговой инспекции по АТО Гагаузии, и членом исполнительного комитета. Он был начальником управления финансового администрирования и контроля. И вот когда провели реформу, вот этот офис Юг, он больше не подчинялся Гагаузии. И заместитель этого, главы этого офиса, который отвечал за Гагаузию, он тоже не подчинялся Гагаузии. То есть фактически управление административного контроля, финансового администрирования и контроля, оно де-факто упразднилось. И Ирина Влах, которая была членом правительства, ничего не сказала для того, чтобы правительство Павла Филиппа остановило это. И сегодня никто даже не стремится возвратить обратно. Забыли. Просто забыли. И лишився этих налоговых функций, потому что если у тебя есть налоги, из которых формирует твой бюджет, у тебя, соответственно, должен быть орган, который занимается администрированием и сбором этих налогов. На уровне примарии, мелкой примарии это налоговый специалист, а на уровне больших примарий целые налоговые департаменты. В Гагаузии этого нет. О чем мы вообще говорим? Люди вообще об этом не думают. Окей, даю в руки волшебную палочку. Помашите, Михаилы, выстроите идеальную Гагаузию. Она какая? Идеальная Гагаузия, это Гагаузия, которая занимается внутренним развитием, занимается регулированием вопросов экономического развития, развития городов, развития городской и сельской инфраструктуры, строительством канализации на ближайшем в краткосрочной перспективе, строительством, не знаю, там, очистных сооружений, спасение реки Елпук, решение проблемы мусора, восстановление, развитие гагаузского языка. Самое элементарное, самое банальное, что прописано в законе, что все названия улиц, географические названия, топонимы должны быть на трех языках официальных, как это прописано в законе о функционировании языков на территории Гагаузии. Это у нас их три. Это гагаузский, румынский, который в этом законе называется молдавским, ну и бог с ним, да, хотя не бог с ним, но так случилось. И русский. У нас же до сих пор, мало того, что старые советские названия, так они еще и все пишутся на русском языке. Это начать переводить документы, принимаемые Народным собранием Исполнительным комитетом, на гагаузский язык, на все три официальных языка. До сих пор же они обязаны переводить свои документы на все три официальных языка, но они по-прежнему принимают их только на русском языке. Это усиление преподавания гагаузского языка в школах, восстановление исторической памяти. Сегодня же до сих пор не дали ответ на самый главный вопрос. Кто такие гагаузы, откуда они взялись, как они появились здесь. Ну как они появились здесь, оно понятно, но как гагаузы, как этнос образовались на Балканах. Существует сегодня 19 версий. И научный центр Марунеевич так и не выдвинул, хотя это была основная задача, выдвинуть главную версию и сказать, ребята, вот это вот версия самая главная. Болгары сегодня продвигают одну версию, турки продвигают третью версию, греки продвигают четвертую версию. У нас там в советское время появилось целых 19 версий. Какая версия, ну считают основную версию там угузы, печенеги, половцы, куманы там, да. Но прийти и сказать, научно ее обосновать так же до сих пор и не сделали. Вот этими вопросами идеальная гагаузия. Естественно, гагаузия может этого добиться в рамках пути европейской интеграции Республики Молдова. Только там мы можем найти защиту, международную защиту для своего статуса и поддержку для решения всех этих проблем. Да, и резюмировать это экономическое, культурное и социальное развитие гагаузии. А политики забыть? Ну так это же есть политика. Политика в конечном итоге это что? Забыть о геополитике. То есть прекратить выполнять роль инструмента Москвы против Кишинева. Вот если уберем вот это в сторону, да, и будем заниматься внутренними вопросами, с моей точки зрения, это идеальная формула для гагаузии. И надежды тогда на что, на молодые поколения избирателей? Ну с этим я не знаю, как быть с этим, потому что проблема в том, что и молодежь-то пичкали все эти годы этой же пропагандой. Эта пропаганда, она же не только льется из экранов телевизоров, да, российских каналов, которые, кстати, до сих пор имеют неограниченный доступ к информационному пространству в гагаузии через местные кабельные сети, через, не знаю, Facebook, YouTube, интернет. Но и через старое поколение учителей, которые как бы продвигают это, это же никуда не делается, да, вот эта вот вера и любовь к России, она же никуда не делается, да, то есть это по-прежнему... Посмотрите, как за последнее время, мы сами того не замечая, как произошла милитаризация общественной культуры в гагаузии. Вот этот праздник 9 мая, да, одевание в формы, появление как памятник, как грибы стали расти памятники афганцам, я ничего не имею против. Но я до сих пор не нашел ни одного примера того, чтобы люди рефлексировали, а что вообще эти парни, которые выполняли интернациональный долг в Афганистане, что они делали? Не напоминают ли они тех же самых парней, которые устроили сегодня Бучу, устроили Ерпень, устроили изюм в Украине, да? Миллион афганцев мирных погибли в Афганистане во время войны в Афганистане 79-го по 89-й год, да, когда вывели войска, или в 88-м году вывели войска. Они же не просто так погибли, эти афганцы, да, миллион афганцев. И никто же не задается этим вопросом. И да, нужно чтить память этих ребят, там 15 тысяч во всем Советском Союзе погибло, да, и сколько-то там тысяч в Республике Молдова, несколько десятков в Гагаузии, но... Вот это вот памятник около 300, да, по всей Республике Молдовии, да. Ну, в общем, эти же вопросы никто не задает, и эти же памятники стали расти, как грибы. Это восстановление исторической памяти. Один пример до сих пор, как бы он у меня перед глазами. В Гагаузии же до сих пор должным образом не относятся к там величайшей трагедии и гагаузского сообщества, гагаузского народа, проживающего на территории Бессарабии. Это голод 46-47 года. Это голод 46-47 года ударил больше всего по Южной Бессарабии. От 30 до 60% населения гагаузских сел умерло от голода. Соседнее с моим селом село Бешалма до сих пор не восстановило свое население после голода. Это и каннибализм, в общем, вся прелесть этого голода, да. И я помню, в 2019 году, по-моему, это было, две женщины в народном собрании, тогда были депутатами в народном собрании, Екатерина Жекова и Елена Карамид, предложили инициативу назначить дату памяти жертв года 46-47 года. Они предложили дату 19 октября, потому что в селе Авдарма есть мемориал, там один из братьев Казмалы посвятил очень много времени изучению этого вопроса. Они там целое исследование провели. И обнаружили, что первое письмо с юга в Кишинев о том, что люди начинают умерять с голоду массово, да, пошло 19 октября. И там же целую кампанию организовали против этих двух депутатов, понимаете. Да как вы вообще посмели вообще поднимать этот вопрос? Это же обидит Москву. А им говорят, так вы же говорите, что Москва здесь ни при чем. Они же говорят, что как, при чем здесь Москва, при чем здесь Сталин. Это перегибы на местах. Так если Москва ни при чем, то что же Москва должна обидеться? Я помню голосование в Народном собрании по этому вопросу. Очень многие депутаты, которые 4 года не промолвили ни слова Народного собрания, посчитали своим долгом встать и устроить публичную упорку этим женщинам, потому что они вообще посмели поднять этот вопрос. И тогда научный центр Маруневич просто во время открытых слушаний просто пришел, сотрудник центра Маруневич продвигал открытый фейк. И говорил, а зачем вы, говорит, будете увековечивать память только голоду 46-47 года? У нас же были и в другие времена голод, намекая на румынский период истории. Их там спрашивают, а хорошо, а есть подтверждение, доказательство? Ну как, да, вот в газетах писали. А писали в каких? Большевистских газетах, да? То есть, как бы, понятно дело, с какой целью? С целью провокации. В общем, вот это была бы идеальная Гагаузия. Чем она должна заниматься? Восстановление исторической памяти. Ответ на вопрос, кто мы такие и куда мы должны двигаться. В идеальной Гагаузии будет стоять памятник Ленина на центральной площади? Ну, в идеальной Гагаузии памятник Ленина не должен стоять. И улица должна быть переименована. Кстати, этот процесс переосмысления начался в Украине сейчас, да? Вы знаете, что в Украине, в Одесской области тоже есть Гагаузских села, болгарские. Вот буквально сейчас там идет процесс возвращения исторических названий селам. И декоммунизации, да, в географических названиях, да, тапонимах. И он идет со скрипом, но он идет. И элита гагаузского, гагаузов в Украине, она ведет себя совершенно иначе, да? То есть она солидаризируется с Украиной. Чего не скажешь вот здесь, осторожно, Иван. Этот процесс начнется, рано или поздно он начнется, потому что без этого осмысления, я думаю, нет будущего. Ни у Гагаузии, ни Республики Молдава. Ну вот Кишинев, официальный Кишинев принимает постановление закона о декоммунизации. И что с победником Ленину в Камрате происходит? Ну, есть замечательная идея его в музей какой-нибудь, не знаю, там парк на обозрение, чтобы люди ходили в этот парк. Выраженные люди не будут его охранять по ночам? Нет, конечно. Нет, не думаю. Вы имеете в виду в центре Камрата? Да, да. Ну, я не удивлюсь, что как бы начнутся протесты вокруг. Это же против нашего прошлого, это же война с памятниками и руманизация. Естественно. Ну, тут, конечно, всплывут все мифы и так далее, и люди ринутся защищать Ленина, который не имеет никакого отношения к гагаузскому народу. И ничего не сделают для малочисленного гагаузского народа, проживающего в Республике Молдава. Что вам не нравится в Гагаузии? Ну, мне не нравится вот это вот чрезмерное, по-моему, я весь, все наше интервью говорю о том, что мне не нравится, да? То есть, это вот чрезмерная геополитизация Гагаузии, использование Гагаузии в инструменты против Кишинева и вот эта вот безоговорочная вера в Путина. Это мне очень сильно не нравится. И это, я думаю, мешает нам развиваться и мешает нам двигаться вперед. А что делать с Российской Федерацией? Какие отношения можно выстраивать сегодня? Ну, а какие отношения можно выстраивать с Российской Федерацией, которая не хочет выстраивать с нами взаимоотношения, которая хочет нас просто поглотить? Ну, какие взаимоотношения выстраивать? Никаких взаимоотношений, я думаю. Пока в Российской Федерации не изменится отношение, не изменится режим, пока в Российской Федерации не произойдет осмысление, переосмысление своего прошлого и, не знаю, там, десоветизация, декоммунизация и деноцификация в полном смысле этого слова, я думаю, что отношение, взаимоотношение с Российской Федерацией выстраивать будет очень сложно. Жить в эту пору прекрасную нам не придется. Ну, я не знаю, может, это произойдет очень быстро, молниеносно, быстрее, чем это произошло в Германии после Второй мировой войны, хотя вряд ли. Страна больше и сама, я думаю, она не способна на эту рефлексию, к сожалению. Для чего ведется война в Украине со стороны России? Ну, что хотят сделать? Ответов очень много. Кто-то говорит, что это паранойя, я не думаю, что это паранойя, хотя, может быть, это и похоже на паранойю. Паранойя чья? Путина? Паранойя чья? Путина? Паранойя чьи? Паранойя чьи, да, класса? Путина, Путина, и Путин, безусловно, оправдывает свои неудачи и неуспехи в внутренней политике. И многие россияне, к сожалению, видят в этом оправдание своей никчемной жизни, особенно в глубинке. Мы же прекрасно знаем, что кроме крупных городов в России, Питера, Москвы и нескольких городов в Сибири, как бы жизни нормальной, как бы нет, да, жизнь хуже, чем в Республике Молдово, в тех же деревнях. Возьмите ту же самую, Псковскую область или другие области. И для очень многих это оправдание всему этому, это война, да, то есть показать всем, кто мы такие. И вот эта имперскость, которая постоянно присутствовала, нет, это все последствия отсутствия декоммунизации в России, осмысления своего прошлого, и это, понимаете, вот это постоянное расчесывание ран, которое происходило в России последние 30 лет, да, вот первый признак это были вот эти фильмы, да, Брат-1, Брат-2, Бумер и так далее. Никогда не мог понять, что там так любят-то люди. Ну, теперь вы понимаете, что любят, да? Ну, пугает, это теперь тоже пугает, тогда было недоумение у меня, а сейчас, наверное, больше... Ну, понимаете, люди же в России, опять же, это способность, кто-то, либо они сами себя должны заставить, либо кто-то их должен заставить, как это сделали немцы в свое время после Второй мировой войны. Ну, скажи, что это вот говно, или что? Нет, сказать, что 70 лет прожитые при коммунизме, это было, это все коту под хвост. Это был кровавый режим, это была неправильная ставка, и в конечном итоге развал Советского Союза показал, что, как бы, система была, ну, извините за выражение, дерьмо, да, но люди-то не способны это признать, потому что они в этом случае должны признать, что они сделали неправильный выбор, и то, во что они поверили, на самом деле, как бы, очень плохо, а они не готовы это сделать. И появился Путин, который начал расчесывать эти раны, начал бередить эти раны и играть на этом всем. И вот, конечно, в итоге это пришло к тому, к чему это пришло. Я думаю, что он в том числе решал свои внутренние проблемы, да. Мы же помним Крымский консенсус, да, когда до Крыма рейтинг стремительно падал, после Крыма он стремительно возрос до 80% и сохранялся там где-то, не знаю, до 2018 года. Потом неудачная пенсионная реформа, вынужденная пенсионная реформа, которую он провел, и опять все стало падать, и он увидел в этом угрозу для своей власти. Я думаю, что полномасштабная война в Украине – это в том числе и решение своих внутренних проблем. Но это оказалось немножко, случилось не так, как на что рассчитывали. Рассчитывали совершенно на другое, все мы это знаем, Блицкриг, как бы что об этом говорить, как бы Блицкриг не получилось. Просто решили быстренько поставить Украину на колени и решить свои внутренние проблемы и еще заработать, не знаю, там, допинг для российского народа еще лет на 5-10 вперед. Но оказалось, что это не получилось. Долгоиграющая война, затяжная война, и непонятно, что будет дальше. Я думаю, что это решение внутренних проблем, расчувствование ран и реализация до внешней мечты России, до войны против Запада, показать, поставить Украину на место. В общем, весь тот комплекс болезней, которые существуют в российском обществе. Судя по нашему разговору, вы, Михаил, наверное, и НАТО не сильно боитесь. Ну, а что его боятся? Ну, сейчас заклюют. А что боятся НАТО? Я не знаю. Что НАТО нам такого плохого сделало? И кому НАТО вообще угрожал? Агрессивный капиталистический блок. Ну, это же все... Вы сейчас говорите словами российской пропаганды, правильно? Которая пытается объяснять необходимое совещание. Более того, это же общеизвестный факт. Ну, опять же, элементарный анализ, критическое мышление и когнитивные способности показывают, что Путин, по большому счету, вдохнул новую жизнь в НАТО. Так и говорят, да. НАТО, фактически, после развала Советского Союза, НАТО... Спало. Спало. Прократило, потеряло смысл своего существования. И уже к 2020 году НАТО приходилось искать аргументы, выдумывать аргументы, объяснять, почему каждая страна должна перечислять деньги. Вы помните, да, вот этот скандал с Трампом? С Трампом, да. Да, перечисляйте 2%. Никто же не хотела перечислять 2%. А сейчас все стали очень добросовестно выполнять свои обязательства перед НАТО. Восстановили военную промышленность, поставили ее на рельсы. И все это благодаря Путину. То есть Путин боролся против НАТО, получил совершенно обратный эффект. А нам НАТО ничем не угрожает, по большому счету. Может быть, ваши политические убеждения объясняются получением грантов. Вам платят за то, что вы говорите, что европейская интеграция хорошо, НАТО не особо страшная. Вас купили, Михаил. Европейский союз, я верю в европейское будущее, я не люблю Путина, совершенно бесплатно. Бесплатно? Да. А за деньги, которые мне дают Европейский союз, я строю независимые СМИ. Насколько они встречают понимание в Гагаузском обществе, это политика проводимых... Ну хорошо, а в Гагаузском обществе встречают понимание вложений Европейских союз в ремонт детских садов, в ремонт школ? Пол, вот примар Чедерлунги недавно был у меня в передаче и сказал, что у него бюджет 70 миллионов леи в год, и он привлек еще 20 миллионов леи от международных партнеров. Это USAID, деньги американского народа, это Европейский союз, это GIZ, деньги германского и немецкого народа. Как бы людей не пугает, что их улицы, их города ремонтируются за деньги американцев, за деньги европейцев, за деньги немцев. Как бы они не боятся, что таким образом, не знаю, там, Запад будет продвигать свои ценности, ненавидимые в Гагаузе и ненавидимая российская пропаганда. Никто же об этом не задумывается. Дети спят на койках, которые были куплены за европейские деньги. Дети обогреваются, ходят в садики, которые утеплены за европейские деньги. Более того, во многих садиках есть румынские деньги, да, через этот фонд FISM, фонд капитальных инвестиций, или как он называется, там был большой грант от Румынии, да, энергоэффективность, да, была такая программа. Они же боятся румынизации в этом случае? Нет, они не боятся румынизации. А почему в этом случае, как бы, в одном случае европейские гранты и американские гранты, это хорошо, а в нашем случае это плохо? Я не вижу, как бы, логики в этом. В каком году могло вступить вес? Ну, я не знаю, но я думаю, что этот процесс будет очень-очень быстрым. Быстрым? Он будет быстрым. Я в это верю, потому что, понимаете, мне очень понравилось после начала войны, я уже не помню, когда это было, то ли через месяц, то ли сразу после начала вот этого полномасштабного вторжения, да. Ги Верховстад, да, депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии, да, он призвал европейцев думать как империя в хорошем смысле, да, потому что, вот, говорит, есть страны, которые хотят стать частью Европейского Союза, и мы должны открыть наши двери этим странам, впустить эти страны. Если мы не впустим эти страны, эти страны уйдут от нас, эти страны уйдут в другую страну или будут поглощены. И я думаю, что война в Украине сдвинула что-то в Европейском Союзе, и Европейский Союз, я думаю, должен ускориться в процессе интеграции тех стран, которые хотят интегрироваться в Европейский Союз. Это, прежде всего, Западные Балканы, и это страны восточного партнерства, ну, как минимум, Украина и Республика Молдова. Я почему-то считаю, что в течение двух лет этот вопрос Молдова может стать членом Европейского Союза. Несмотря на Приднестровье? Несмотря на Приднестровье. А вместе с Приднестровьем? Естественно. Как это можно сделать? Ну, я думаю, что решение Приднестровского вопроса будет найдено, да, так или иначе, потому что в самом Приднестровье прекрасно понимают, что этот статус их никак не гарантирует, они находятся в очень серьезной опасности. И жить в этом страхе им долго, я думаю, не захочется, и нужно будет принимать какое-то решение. И способ вывести оттуда российские войска и очистить колбасну от российского вооружения, я думаю, рано или поздно будет найден. И это будет найдено после победы Украины на поле боя, да, после окончания этой войны, в результате которой Украина освободит либо большую часть, либо всю свою территорию от оккупационных российских войск. Последний вопрос. Обращаемся к мистике. Книжка Бориса Гребенщикова, 700 страниц. Откройте где-нибудь ее. Я не силен в этом. Прочитайте пару строков. Вдруг нам что-нибудь подскажут, что нам делать. Господин Одинокий Журавль, твоя вина в неведении вины, твоим глазам несвойственна печаль, о странных днях, когда душа в любви, как будто бы в вине. Твоим богам неведом страх огня, твоим богам, но кто в лицо? И разве я не бог? Любовь моя? Ответь. Загадочно. Будем надеяться на лучшее. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Продолжение следует...